А если мы с вами будем одни, то давайте я вам расскажу то, что вы хотите. Наталья, если вы хотите, моя организация платила уже счет. А я не знаю, потому что у нас в бухгалтерии отдельно, это мне надо специально туда звонить, узнавать. Я узнаю. Хорошо, я сейчас запишу, чтобы уже узнать это точно. У нас получается 7 участников. Понятно. Если сказали, что заплатили, то вопрос снят. Я на всякий случай посмотрю. Я завтра уезжаю в Мурманск на 10 дней. Поэтому буду немножко выпавший. А потом где-то примерно 5 сентября приеду. И потом уже с 5 по 21 у нас будет очень плотно. Сейчас у меня вообще вся жизнь. Самое главное дело теперь у меня это организовать вот это дело. Первый блин это как раз то самое. Вот. Пускай будет такой блин, но в следующие разы будет похуже. Точно похуже. Потому что этот я вообще супер получается. В связи с тем, что у нас получается с 21 по 29, да, для разогрева, вот у нас получается, что эти 9 дней будут очень плотные такие, очень плотные. А потом туда еще, я думаю, что у нас клинится вот 26, 27, в воскресенье клинится вот это много народу. Вот это шуром-бурум. Я сегодня как раз хотел рассказывать, сегодня хотел рассказывать, ну вот если бы были какие-то вот там совсем там новички. Сколько много? Вот, 26. 26 сейчас скажу. Значит, у нас там где-то уже навстречу у нас приезжают 6 человек. Приезжают издалека, те, которые вот уже все, там написали регистрационные формы, там все-все-все, бронируют места, все отлично. 6 человек издалека. Это Новосибирск, 3 человека, больше народов. Это Уфа 2 человека, это Сыктывкар, Роман. А ведь на курсе 6 человек и я. Да, на курсах, на курсах у нас 7 человек. На курсах у нас будет Ростов-на-Дону, Волгоград, Ульяновск, Харьков из Украины. Вот, вы. И не то минеральные воды, не то там вот где-то под минеральными водами. Вот, да. Вот. Таврополь, вот. Так, это будет вот пока 7 человек. Я очень хочу, чтобы было чуть-чуть побольше. Но вот пока 7 человек. Ну, и пускай, даже если будет так, это будет вообще супер, потому что вот на курсах я хочу погрузиться прямо в саму практику. Без нудной теории. Вот, потому что нудную теорию я в какой-то мере буду рассказывать, начиная с 7. Такую вот простейшую теорию. А на курсах, чтобы мы уже делали. Чтобы мы уже делали. Чтобы мы уже прямо вот, прямо вот искали карты, разбирались в участках. Будем тренировочные. Да, будем писать тренировочные главы. Писать. Ну, глава, написание главы, это уже результат. А вот подготовка исходных данных, разбор участка, поиск карт, накладывание карт, выяснение, или то, что мы называем расчет, или то, что мы называем прогнозирование, или выяснение. Приветствуем. Василий и Украина. Значит, это все подготовка к написанию отчета. А написание, посредством написания, это уже конкретное действие, где мы просто расписываем, что мы делали. Поэтому важно сделать это. А потом уже написать, это тоже, конечно, важно, но это уже такая последняя заключающая часть, которая... То есть, практически мы это и делаем. Мы одновременно и пишем вот эту главу в разделах по русскому процессу, в отчет по определенным гидрометрозысканиям. И одновременно делаем все эти действия. Я очень хочу, а вот и Василий, в общем, хочу, чтобы, ну, как минимум, как минимум, каждый написал свой раздел. Это как минимум. Как максимум написал несколько разделов. Потому что у нас есть разные водные объекты, разные реки, большие и маленькие, горные и равнинные, алювиальные и не алювиальные, всякие специальные, там, карстовые и плавнивые. То есть, всего на встрече около 14 человек. А, ну ладно, все, заканчиваем про наши курсы. Курсы, я уже понимаю, будут очень хорошие. И все, что тут получат люди, это уже готовые свои главы, чужие главы. Будем обсуждать, будем спорить, будем докладывать. То есть, в какой-то мере я очень хочу, чтобы мы там перешли на интерактив. То есть, не только бы я вот это, как всегда, вот я умею это просто долдонить, долдонить, долдонить. Я хочу, чтобы там у нас уже было так, чтобы обсуждали, докладывали, думали, спорили, постепенно приходили к пониманию каждого нашего участка, который будет у других. Так, теперь переходим к встрече гидрогов. Встреча гидрогов у нас планировалась на два дня. Это суббота и воскресенье. Суббота, это такая тусовка, которая включает в себя много разного. И седьмого сентября экскурсия. Вот. Теперь разрастается. В общем, все те желающие, которые хотели у нас на 26 сентября в субботу, там докладчики и всякие там разные другие, уже не помещаются. Поэтому у нас это вылезает частично еще и 25 сентября, пятница. И это для нас очень хорошо. Там не спеша, я сейчас покажу, кто будет 25-го. Это те, там будет у нас 3 или 4 человека. Все совершенно уникальные. Вот. И они будут у нас 25-го. И один человек вылезает у нас на 28 сентября, понедельник. Туда могут остаться те люди, которые приедут навстречу гидрогов. Они могут приехать раньше 25-го. Вот с Новосибирска, например, Татьяна приезжает 25-го. Она, возможно, поучаствует и 25-го в наших мероприятиях. А кто-то при желании может остаться и на 28 сентября, на понедельник и поучаствовать в том, что будет 28-го. Сейчас я все это скажу, что будет. Так. По людям, по количеству людей. По количеству людей у нас 25-го, 3 или 4 докладчика. 26-го у нас около 12 докладчиков. И 26-го у нас уже без докладов около... Ну, около 10 точно уже. Так, сейчас я отвечу на телефон. Как-то неудачно так получилось. Сколько выступлений в программе? Сейчас как раз, наверное, одни кандидаты в науку. В РИЛ, это и я. Так. Кандидатов в науку всех выкорчевываем. Выкорчевываем. В чем основное отличие этой встречи от всех других тусовок, которые я видел, заключаться будет в том, что там не будет тупых ученых. Там не будет тупых докторов, там не будет наукообразия, не будет науки. Будет только практика. По крайней мере, практически все, кого я приглашаю как докладчики, это, ну, я их знаю. Это или мои друзья, или какие-то знакомые. И они меня в большей части знают. Поэтому я приглашаю тех, по крайней мере, может быть, главный критерий не практичность, а главный критерий интересность и полезность. Вот если это интересно и полезно, то уже хорошо. Если это еще и практично, то самый супер. Вот. Поэтому доктора пару, ну, один доктор будет, но это такой уникальный доктор. Он там полтора раза был моложе меня, вот, и такой продвинутый доктор, поэтому у него докторство это не минус, как у других нормальных докторов. У него докторство это плюс. Вот. Будет сложно. Сложно не будет абсолютно. Я глубоко уверен, что, ну, по нашим курсам повышения квалификации вообще вопросов нет. То есть там будем доходить, доходить, доходить до того, чтобы прямо после курсов, вот, у участников должно появиться две вещи. Должно появиться уже готовые написанные главы. И второе должно появиться понимание, что и это все, это так просто. Мы-то думали, что русловые процессы это какое-то шаманство, какое-то искусство, какая-то сложность. Вот. Это не только у участников курсов, не только у новичков или еще кого-то. Это впечатление, оно у всех нормальных гидрологов. Все нормальные гидрологи, даже опытные, которые я проработал 10 лет. Я знаю массу экспертов, я знаю массу экспертов, которые боятся русловых процессов. Вот. У вас, вы будете впереди планеты всей. Вы будете, по крайней мере, русскоязычной нашей части. Вы будете знать... Вот знание, это плохая вещь. Не надо знать. Надо ощущать, как делать. Не знать, что там, какие типы русловых процессов, как реки размываются и что. Вот это все знание не нужно. Нужно уметь. Взял карты, посмотрел, подумал, написал. Все. Эксперт пищит, эксперт тащится, он не ожидал этого от вас, он понимает свою никчемность. Вот. Ну, то, что я сейчас говорил, оно может быть не попадать вот в общую систему взглядов, что гидрометозыскание это что-то сложное, свой процесс это самый сложный момент гидрометозыскания. Все. На выходе с курсов будет ощущение легкости. Что? О! Так теперь я не то, что могу. Я могу все, что угодно, руслым процессом делать. Все. Руслым процессом проблем нет. И то, что будет в курсе. Теперь про эту встречу гидрологов. Это работа. Так, сейчас. Наверное, будет сложно. Сколько выступлений в программе? Сейчас перейдем на следующий слайд. Там как раз будет количество выступлений. Как, по-вашему, получится развернуто описывать тему у докладчиков, учитывая ограниченность времени? Тех, кто нужно долго, тех мы вытолкнули на 25 пятницу и дали им по полтора часа, чтобы они могли развернуть свои важные темы. И на 28 сентября тоже покажу, что там будет. Тоже туда вытолкнули. А 26 будет хаос. Будет голубом по Европам. Будет черти чего. Будет много народу. И у каждого мало времени. Но параллельно еще у нас будет там две комнаты. Одна комната маленькая, в которой будут курсы. Та комната у нас останется. И там будет такая микро-выставка, микро-тусовка. Те, кто привезут приборы, будут показывать приборы. Те, кто привезут программы, будут показывать программы. И кто еще там хочет, тоже будет показывать. А во второй комнате у нас будет уже непосредственно вот это вот доклады. Ну, приходится назвать это доклады. Но, это не конференция, это встреча гидрологов, которые, к сожалению, выльтся в формалистическом виде, все-таки в виде докладов. Поэтому, возможно, у них не удастся, разве он, это писать свою тему на встрече гидрологов. Ну и ладно, тогда это будет побуждение для того, чтобы они нашли способ связаться с вами, чтобы вы нашли способ связаться с ними, чтобы все это потом каким-то образом продолжалось еще вне этой встречи. И еще в программе курса поступление экспертов. Это работающие в данный момент? Да, да, это работающие в данный момент. Эксперты. Почему еще я экспертов вставил? Потому что, в которой я участвовал в РГМУ, в прогрессе, там мы искали экспертов и не могли найти. А вот теперь я смог найти экспертов, и они расскажут те живые эксперты, которые работают сейчас в данный момент, и с ними можно будет пообщаться в любом формате, официально, неофициально. Что именно они будут рассказывать и показывать, я не знаю. Можно им задавать вопросы, можно сейчас заранее задавать вопросы. Ну и, соответственно, вот так. Так, поэтому теперь я перехожу к ответу вот на этом вашем вопросе, что сколько выступлений в программе? Это 25-го. 25-го в пятницу. Да, хорошая получилась программа. Что там с автобусом? Программа получилась очень хорошая. Подобной программы я давненько не видел. Подобная программа была неподобная. Конечно, гораздо лучше была на гидравлическом съезде. Нам до гидравлического съезда не дотянуть. У нас такая микротусовка, которая в начале, я предполагал, что это просто вот друзья, которые встретились, у которых основная чуть ли не цель, это встреча, общение, а в том числе, может быть, вот еще и какое-то вот распространение и обмен знаниями. Вот. Поэтому программа. Из того, что я видел по курсам повышения квалификации, конечно, ничего подобного не было. Вот. Еще есть всякие другие формы, например, виноградовские чтения. Вот, которые были позапрошлым году первые, посвященные Юрию Борисовичу Виноградову с нашему главному селевику и главному матмодельеру по... Ну, одному из величайших матмодельеров по стоку. И она же будет у нас теперь вот в ноябре. Вот. Но я боюсь, что там как раз будет наукообразие. Вот. А мы постараемся изо всех всех вот это наукообразие выдавить. Так. Что с автобусом? У нас, значит, не понял вопрос, поэтому отвечаю дважды на два разных вопроса. Первый вопрос – это автобус, который на экскурсию. Все отлично. Будет у нас автобус, будет у нас экскурсия на комплекс защитных сооружений. Это у нас, значит, будет в какой-то там слайде Санкт-Петербурга от наводнений. Вести будет экскурсовод непосредственно с дамбы. Такой профессиональный гидролог, профессиональный экскурсовод, который человек прямо с этого комплекса защитных сооружений, он нас заведет. Если честно, вообще непонятно, как можно попасть на течение виноградовский. Нужно самому быть докладчиком. Ну, не обязательно. Или заплатить за участие. Не знаю. Не знаю. Я туда написал доклад, денег с меня пока не потребовали, поэтому я не знаю, как это будет происходить. Я думаю, что на виноградовские чтения просто приехать и слушать никто не запрещает. Приехал, слушай и пришел. Это будет проходить в Санкт-Петербургском государственном университете. Там, возможно, какое-то препятствие будет по входу непосредственно в корпус, в здание географического факультета. Выгнать, выгонять непосредственно уже с виноградовских чтений конечно никто не будет. Это просто будет конференция, зал внутри географического факультета, хороший зал, и там все это будет проходить. Это будет там включать еще много разного, но это там все написано. Что у них будет. Поэтому про экскурсию, ну про экскурсию, что у нас будет потом обед в Кронштадте, потом будет второй другой экскурсовод, который поведет нам, работник музея Кронштадта, который нам покажет экскурсию по Кронштадту. Мы попытаемся делать из гидрологического уклона, поэтому обязательно будет кронштадтский фуршток такая, меккогидрологов и геодезистов всей России. Кронштадтский фуршток, от которого идет отсчет нуля, по крайней мере, балтийской системы. И Петровский ДОК, который уникальный, гидравлическое такое сооружение, гидротехническое, там такая особая система. Вот, мы его увидим. Все. Потом на автобусе возвращаемся, желающий уезжает в Санкт-Петербург, а остальных везем на Восток-6. Теперь это по виноградской вести не все. Про экскурсию рассказал. И теперь про автобус, чтобы добраться до пансионата. Автобуса, чтобы добраться до пансионата, не будет. Вообще. По умолчанию, ну и хорошо. Да, по умолчанию, Наталья, по умолчанию я это писал. По умолчанию я прилетаю ночью 21-го. Значит, первый тезис, что в основном в сумму и также в программу не входит в ваше добирание ни от вашего города до Санкт-Петербурга, ни от Санкт-Петербурга до Востока-6. Но тезис второй. В связи с тем, что народу будет совсем мало, я привезу всех сам, по всей видимости. Поэтому каждый кто-когда приезжает, пишите непосредственно мне. Когда определитесь с... Вот если вы уже определились, что прилетаю ночью 21-го, значит, напишите мне. Тем более вы спросили, сколько у нас участников докладчиков, сколько у нас участников недокладчиков слушателей. Я думаю, число слушателей будет больше 30-ти. Надо выбрать главу посложнений разбора, речку, то есть. Да, лучше всего выбрать несколько. потому что сразу, заранее брать одну и посложнее это будет хуже. Лучше взять несколько разных, тогда одна из них будет как раз посложнее, а две других будут полегче. И тогда углубившись в одну сложную, вы погрузитесь в ее особенности. а если вы выберете несколько разных, тогда вы увидите вот этот большой спектр. Но это не проблема, потому что в реальности у нас у каждого из 7 человек будет, скажем, по два участка, поэтому в целом мы все погрузимся в 14 участков, плюс у меня будут свои участки, поэтому у нас будет масса разных участков, поэтому в принципе делайте как хотите, потому что все равно спектр разных знаний у нас обеспечен. Потому что будет интерактив, будете рассказывать сначала свой участок, в конце свой участок, в середине свой участок, в разные степени понимания и знания, будете рассказывать друг другу, будете служить друг другу, будете критиковать друг друга. Если сугольный какой-нибудь разнувает часто, конечно, с большими угловными скоростями. В основном у нас резки с дождевным паводком. Хорошо. И большими угловными скоростями. Хорошо. Если сугольный какой-нибудь разнувает часто, конечно. Ну, Ну, в общем, все это мы сделаем. Поэтому, да, главу надо, участки надо и главы напишите. Кроме того, будем еще добивать потом еще вебинаром после... Не буду вас задерживать. Вы хотите уходить, да? Тогда я вас буду задерживать. Я вам хочу сказать, что у нас в пятницу будет, будет, смотрите, будет Владимир Николаевич Никитин, это супер. Это главный гидролог, он не сертифицированный, буду вам писать, если что. Конечно, обязательно пишите, Наталья. Я вам, давайте, я вам сейчас за несколько минут расскажу, что будет в пятницу и в субботу, и тогда все. У меня еще есть время. Ну, и отлично. Никитин Владимир Николаевич, это просто супер, это главный гидролог, он много лет работал водительского процесса в ЭГИ, то есть, такой очень важный русловик, он специальный, можно сказать, главный специалист у нас в стране по реке Мзымти, который вот в Сочи, и все эти, те ужасы, что там были, он покажет такие сутки. Григорий, добрый день, очень рад. Вот, потом будет Лобанов Владимир Алексеевич. Кто это? Это один из основных авторов наших старого СНИПа по гидрологическим расчетам и нового СП по гидрологическим расчетам, который 33, вот этот СП. Кроме того, это тот Лобанов, у которого есть единственное специализированное гидрологическое диск, о котором он и расскажет. Вот, диск. О, и кроме того, у него еще та самая, коллеги, вот комплекс гидрорасчеты. Коллеги, у нас его программа. Вот, вот можете покритиковать его программу, задать вопросы, в общем, у него будет много времени. Коллеги, сейчас мы говорим о 25 сентября, пятница, то есть то, что в субботу у нас будет плотно, будет много народу, но мало времени у каждого докладчика. А в пятницу у нас будет мало докладчиков, но у них будет много времени, поэтому с ними можно общаться. Ну, условно говоря, сейчас у нас три будет или четыре докладчика, то есть у каждого будет или полтора, или два, или там, ну, примерно по два часа. Вот, Никитин это супер, Лобанов это супер-супер-супер, это просто обалденье. Вот, еще, Кливан и Константин Алексеевич, это у нас есть в России три основных гидродинамических модели движения потока и наносов в русле. Три. Я пригласил двоих. Один будет в субботу, про который я тебе расскажу, а второй, Кливан, я его выделил бледным, потому что с ним еще нет договоренности. И еще будут у нас, вот это тоже супер-супер-супер, коллеги, это у нас единственный в России представитель самой большой и самой старой 150-летней фирмы немецкой, самой большой европейской фирмы по производству гидрометрических приборов. Это фирма под названием ОСТ. И, возможно, вы слышали о ОТТовских вертушках, которые были сделаны сто лет назад. Это были первые вертушки, которым пользовалась вся Европа, и, возможно, даже весь мир, вот тогда, сто, там, 70-120 лет назад. Это те самые вертушки, те самые вертушки, о которых я впервые узнал, когда начал учиться в нашем РГБМО. И у нас есть в России представитель в Москве. Вот этот представитель из Москвы приедет к нам сюда, чтобы рассказать о ОТТовских приборах. Это акустические измерители скорости течения, ну, в общем, доплеровские, в общем, все это уже современное, супер-современное. Коллеги, пятница закончилась, там у нас будет еще свободное время, и переходим в субботу, когда у нас уже свободного времени не будет, коллеги. Вот, в субботу у нас будет. Круто, хоть расскажите, что это за доплеровские измерители такие. Так, доплеровские измерители сейчас, сейчас покажу. Так, тут мне уже отвечает, сейчас я это включу. Так, включаю, коллеги, включаю этот, показать экран. Доплеровские измерители течения, это, ну, что в принципе такое понятно, да? Раньше у нас была вертушка, вертушка крутилась, и количество оборотов за секунду соответствовало какой-то скорости течения потока. И все, была такая там линейная связь между количеством оборотов вертушки и скоростью течения воды в потоке. Теперь у нас тоже остались такие средства, такие механические, но кроме этого, теперь у нас появились такие уже акустические. То есть, прибор, который излучает звук, звук там на какой-то частоте, который не слышит человек, который, не знаю, может быть слышит дельфины, вот, но который слышит потом сам этот прибор. То есть, прибор излучает сигнал, и потом уложит обратный сигнал. И что? Он отталкивается от всего твердого или от всего газообразного, то есть не вода. Он отталкивается от пузырьков воздуха, он отталкивается от движущего песка, он отталкивается от примесей, отталкивается от дна. И он одновременно делает две вещи. Он одновременно измеряет скорость течения самого этого прибора относительно дна, потому что мерить можно прямо с движущего суда. И одновременно измеряет скорость течения на разных глубинах. Вот. То есть, теория вот эта вам известна и так, без меня. А теперь непосредственно, как это реализовано, и таким образом получается скорость течения на вертикали по глубине, такая эпюра, которую можно осреднить, получается эпюра по скорости течения по глубине. И, соответственно, проезжая с берега на берег, получается интеграл, такая сбор всех скоростей по ширине и глубина тоже. И по этому есть измеренный рост течения. Вот. То есть, сейчас программа, программа течения, которая умным образом, вот этот поперечник, то есть глубины, ширины, GPS, плюс скорости течения, которые изменяются по ширине потока и по глубине потока, вот все это перемножается, интегрируется даже рано и получается результат уже даже расход воды. Не только скорость течения, но даже и расход воды, если это комплекс. Вот. Так. И это самый современный точный способ получения расходов скоростей? Нет. Самый точный способ измерения скоростей – это поплавки, которых тоже много разных видов. Поверхностные, донные, глубинные. Это вопрос. Да. А это ответ, Григорий. Ответ заключается в том, что это не самый современный способ измерения скорости течения, ну, бесконечное количество. И мы когда-то в какой-то мере самые популярные на полевых работах, у нас был вебинар, посвященный полевым работам, мы способ измерения скоростей течения рассматривали. Вот. Это не самый точный способ измерения непосредственно скоростей – это измерение непосредственно самой скорости. В данном случае это уже какой-то косвенный, то есть уже измерение… Ну, наверное, та же самая точность измерения, наверное, всех подобных способов, наверное, одинаковая. Григорий. На этот вопрос ответят вам представители оттовской фирмы. Вот. И я на эти вопросы ответить не смогу. Я не специалист по приборам. Мне самому очень интересно их собрать. У нас их будет четыре. У нас будет четыре, ясное дело, скажет самые точные. Ну и все. Пускай каждый. Вот хорошо, что у нас их несколько, коллеги. Все. Ну, хотите, вот тут я показываю. Смотрите, вот сегодня вот в этой встрече гидровок, вы видите, да, видите, вот смотрите, у нас в ВКонтакте, у меня вот я сделал встречу гидровок 26 сентября. Открытая группа. Можно зайти. Пока всего здесь пока один из участников, но это не то совсем, потому что на самом деле в реальности, конечно, участников гораздо больше. И будет, потому что я понимаю, что основной вал вот этих участников, которые без докладов, это будет уже в последнюю неделю. Потому что они будут между собой. В общем, нам много участников интересно просто для того, чтобы было много, просто чтобы познакомиться. Но нам особо важны те, которые особо едут. И у нас будет четыре представителя разных приборов. Среди них вот это ООО КНТП. И они представляют единственный у нас в России представитель вот этой фирмы от Мисттехник. Вот так. И тут вот есть у нас еще, так, это я тоже расскажу. Вот эти КНТП. Вот измерители всякие. И вот тут, коллеги, вот тут я выкладывал... Так, инфомарк. Инфомарк. Вот, вот смотрите. Вот здесь я выкладывал разные сведения о разных... Вот, акустический, доплеровский, цифровой, доплеровский, все эти... Вот, всякие способы измерения. Ну, опять же, это... Вот, кроме того, написали, что привезут еще измерители, ну, по крайней мере, информацию привезут о измерителях уровня воды и что-то еще забыл чего. Все. И, коллеги, давайте лучше я расскажу, в принципе, что я могу вам рассказать. Самый точный. Да. А потом уже... О каждом конкретном я рассказать сейчас не смогу. Так. Все. Это... Закончили пятницу. Где у нас будет Никитин, у нас будет автор СП Лобанов, у нас будет, возможно... Вот, потому что здесь я пока бледно выделил, это автор вот одной из трех основных наших гидрологических. Теперь суббота. И Лобанов, вот второй, у нас два Лобанова. Владимир Алексеевич, а вот этого я не знаю как, имя, отчество Лобанова. Теперь переходим к воскресенью. Здесь вообще каша. Каша, смотрите. Здесь вот все, вот это будет. Кузьмин. Это вот у нас единственный доктор наук будет, который... Супер доктор наук, который... Я написал современные проблемы гидрологии, но смысл стоит в том, что... Будет супер. Он умеет рассказывать, он рассказывает так, что... Ну, были у меня уже отзывы. Я, когда на других курсах, на которых я участвовал, я занимался тоже приглашением разных преподавателей. И вот у нас уже и просто есть проверенные преподаватели, которые, ну, зажигают. Вот Кузьмин, он... Он за годы назад начал заниматься подводным планованием. Сейчас уже чемпион какой-то. Участвовал везде. Он работал в... В гидрологической службе США много лет. Он работал в Австралии. Вот. И он работал еще где-то супер где-то. А сейчас он профессор у нас и завкафедры в Валерном. Но моложе меня и активнее меня. Вот, в общем, ну, то есть, это... Таких людей нет. Вот. Вот. Саноска Надежда Александровна вот... Расскажет о... Это не специалист по русловым процессам, это специалист широкого профиля. Ей... Ну, не знаю, лет 35, наверное. Вот она докторская уже выходила, но еще не защитила. Коллеги, но это все из науки не будет, коллеги. Науки не будет. Вот. Ну, и Рошет Николаевич еще не сказал, какой у него будет доклад. Ну, поставим его бы сюда. Так, теперь, коллеги. Виноградов Алексей Юрьевич, это сын Юрия Борисовича Виноградова, того главного селевика в России и главного математического... одного из главных математических модельеров, вот, так сказать, ну, можно сказать, конца прошлого века. Своя фирма, генеральный директор, был заместителем директора ДГИ, сейчас фирма, которая тоже производит антигидрологическое оборудование, вот, ну, вот он захотел рассказать о новых проектных ограничениях. Вот. И он и есть тот самый организатор виноградских чтений, которые будут в ноябре. Так, Гаврилов Илья, вот сейчас, прямо сейчас он работает на Ганге уже несколько месяцев, будет работать вплоть до... 26 сентября, 25 сентября он приезжает с Ганга и сразу расскажет о своих работах на этом Ганге, потому что он там измерил скорость в течение 3,5 метра в секунду, я в своей жизни измерил только 3 метра в секунду. И, в общем, как он это измерил, и всяких других, он говорит, что там вообще просто он переполнил впечатлениями, вот, он это рассказывает. Так, опять Никитя Владимир Николаевич, потом Смирнов, но... Туманов, но глубительно-управительные работы, другие докладчики, пока нет. Так, это в какой-то мере сделано, у нас будет два круглых стола, то есть в первой половине дня, скорее всего, будет общий по инженерным гидравитическим изысканиям, а в конце будет по условным процессам. Так, и теперь пошли как раз вот наши программы разные и приборы разные. Вот. Программы. Дунчевская Светлана Викторовна, это тоже Москва, Фор 21, вы берите в Яндексе, узнаете, что за Фор 21. Это, может быть, вы слышали, МИР, подводная лодка исследования, или батискав на Байкале, вот это Дунчевская Светлана Викторовна. Возможно, вы слышали о работах в Северном ледовитом океане, на Ладоге, все это Дунчевская Светлана Викторовна. Вот она приедет и расскажет как о своих работах, так и о своих приборах, об этом дальше, так и о своих программах. У нее есть несколько программ, по-моему, ну вот, зайдите на ее сайт, посмотрите, несколько программ, но самые основные, я считаю, две. Первое, это программа судовождения, Акваскар, то есть вы садитесь в лодку, в катер, в резиновую лодку, в большой катер, на корабль, куда угодно, на которых Путин погружался. Не знаю, насчет Путина я не знаю, насчет Дунчевска я знаю. Вот, и узнаем, коллеги, спросим у нее, она приедет, мы спросим, она погружала Путина или нет. Вот, едете, вот мы работали с этой программой в Калининградском заливе, вот, прокладывали заранее курсы, они прямо уже у нас видны, плывем на катере, ну естественно эхоот, естественно GPS, естественно мы видим карту, непосредственно где мы сейчас находимся, подгружена растровая карта лосманская, нанесены уже створы, по которым нам надо проехать, мы едем и видим отклонение, куда мы отклонились, на 3 метра влево от залива или на 10 метров вправо, куда нам надо вернуться, вот, проходим туда-сюда-обратно. Это блотки. Вторая программа, вот этот раскаут, это уже когда мы приехали в камералку, все, что у нас там получилось, то, что у нас визуализировалось в том удобном виде, которое у нас было в поле, теперь мы из этого делаем шикарную план-промеру глубин. И у нее есть работы, на которых, например, они делали Лену, практически там какие-то сотни километров, несколько бригад, каждая бригада делает какой-то участок, все это практически вечером обрабатывается, в общем, все это она очень хорошо рассказывает. Вот. У нее про одну можно много рассказывать, но все-таки надо сейчас мне закончить всех остальных. Так, а теперь Грачев Николай Ричардович, это как раз вторая из трех наших величайших программ по расчету гидродинамики речного потока и транспортно-наноса по условной деформации, это Грачев Николай Ричардович за О-фирму Уником, я с ним работал, вот, и помогал, я сам работал на этой программе. Вот, которые, так, что-то хотел сказать про Грачева, что три программы, вот, у нас двоих пригласили. Вот, и еще, я сюда пока написал только лишь, значит, зал фирмы Уником и программа тоже называется Уником Про. И еще, вот, это его дочка, это Грачев Николай Ричардович, а это была Грачева Маргарита Николаевна, сейчас она стала Паломарчук Маргарита Николаевна. Вот, кроме вот этой программы, они еще хотят рассказать о программе расчета гран-состава наносов. Что это такое, я не знаю, узнаем. Коллеги, потом, как вы помните, у нас, вот, шалашина Татьяна, как вы помните, в пятницу у нас будет Лобанов Владимир Алексеевич. Он нам расскажет о своей программе гидрологических расчетов, она называется гидрорасчеты. У нас два основных больших конкурента в России. Все остальные, есть еще мелкие такие, самодельные программы по гидрологическим расчетам, статистическим расчетам и не только статистическим, гидрологическим расчетам. Так вот, это второй конкурент. Оба, два основных конкурента по гидрологическим расчетам у нас будут, коллеги. В пятницу у нас будет Лобанов Владимир Алексеевич, а в субботу у нас будет Шалашина Татьяна, отчество не знаю, из Государственного гидрологического института. Она расскажет о программе Гидростаткал. Те, кто были из вас на курсах повышения квалификации в ГГИ, каждый июнь в ГГИ проходит курс повышения квалификации именно по гидрологическим расчетам. Это как раз по этой программе эти курсы. То, что начал проводить самый главный наш статистик гидрологический Ромбецинки Анатолий Вадимович еще много лет назад, года 2-3 назад он умер, и после него продолжение этой программы, продолжение этих курсов повышения квалификации, продолжение этой гидрологической школы по статистическим расчетам, она продолжается. И вот представитель из Государственного гидрологического института тоже придет и расскажет о своей этой программе. То есть оба эти два конкурента вы увидите. Дальше, коллеги. У нас еще есть, может быть, вы слышали, видели, у нас есть такой представитель разработки разных гидрологических, разных ГИСовских программ, которые называются Индоркад. Так вот, представители этого, производители этой программы Индоркад, которая называется Индорсофт, кстати, это из Томска, из Томска приедет представитель, я написал представитель, потому что фамилию, что-то я сейчас не утрясена, там, по-моему, непонятно, фамилию или не знаю, или забыл. Они привезут специальную программу, которая называется Индоркад Ривер, и этот представитель останется на понедельник. Если здесь в субботу ему будет там 30 минут, он просто что-то покажет и все, то в понедельник он будет на каждом компьютере, каждый, у кого будет ноутбук, каждый сможет на ней поработать. Он будет уже как-то ответно, что-то там супер показывать, коллеги. Вот, затем, по программам закончили, теперь по приборам. Опять Дунчевская Светлана Викторовна, которая расскажет о измерительных комплексах. Она тоже дилер там огромного количества разных приборов, у нее есть свои приборы, то есть кроме программ, кроме своих непосредственно работ, которые она делает, у нее есть и приборы, она тоже их расскажет. Затем, коллеги, я вам уже говорил, что у нас будет долго выступать в пятницу Лобанов, который, второй Лобанов, который из Москвы, который представитель оттовской немецкой фирмы. Вот, он здесь тоже сделает короткое сообщение для тех, кто будет только в субботу. Затем, коллеги, приезжает из Москвы представитель фирмы Инфомар, который расскажет о гидрологических приборах фирмы. Сонтек США и ААН Дреа Дата Информент Норвегия. И еще из ГГИ не подтвержден доклад Шкарбанова. Это кроме ГГИ, кроме гидрологических курсов, которые по гидрологическим расчетам, в ГГИ еще бывают курсы по гидрологическим измерительной технике. Так вот этот Шкарбанов, он как раз там и докладывает. Но пока бледным. Дальше, сейчас скоро закончим. Потом, русловые процессы, здесь кроме меня пока никого нет. Я что-то коротко, то, что я буду 9 дней рассказывать на курсах с 21 по 29 сентября, здесь я что-то коротко расскажу. И по возможности буду изо всех сил приглашать тех участников курсов, которые с 21 по 29, рассказать о своих участках рек. Показать, ну там, кто решится, кто согласится, кто захочет, а также другие докладчики. То есть пока по русловым процессам только я. Все, экспертиза. Здесь у нас живые эксперты, пока пишу эксперты 1, эксперты 2. Живые эксперты. То, что раньше было проблемой на других курсах повышения квалификации, когда я приглашал на других курсах повышения квалификации каких-то экспертов, было проблемой. Вот теперь они будут. Потом, думал сделать дружеский ужин, но, по всей видимости, у нас будет дружеский обед. Почему? Потому что будут такие люди, которые на вечер не останутся. Это вот местные питерские, которые просто приедут. Они утром приедут, там, после завтрака, и вечером уедут там, когда-то, до ужина или после войны. Поэтому ужин, он скомкается. И, скорее всего, у нас будет дружеский обед. И еще единственный, у нас есть единственный магазин в Санкт-Петербурге, который торгует гидрологической, метеорологической, акинологической литературой. И вот представитель этого магазина привезет нам литературу прямо из-за роговного. Поэтому, все, это мы закончили субботу, 26 сентября, 27 сентября экскурсии, это надо рассказывать отдельно. И 28 сентября, вот, смотрите, это уже как бы опять курсы, уже как бы те, кто приезжает на встречу гидрологов, уехали. Но, если есть желание, они остались. Никто их выгонять, естественно, не будет. Те, кто приедет там на один день на субботу, или на два дня на субботу-воскресенье, или на три дня на пятницу-воскресенье, или на четыре дня на пятницу-воскресенье-понедельник. Вот этот Индорсофт, Индоркад Ривер, можно будет поработать с этой программой. Все, потом у нас понедельник, продолжение курсов квалификации, это для тех, кто приедет на курсы, пока 7 человек. И во вторник заканчиваем курсы. Все, что я хотел, я сказал, коллеги. Насчет Пучина я не знаю. Коллеги, какие вопросы? Спасибо. Если вопросов нет, то я завтра уезжаю, или может быть не завтра, может быть, в общем-то уже уезжаю на 10 дней в Мурманск. И по возвращению с Мурманска примерно 5-7 сентября, вот там я опять начну активную деятельность. То есть вот этот вебинар, это моя последняя активная деятельность, вот в августе. Есть вопрос? Ура! Давайте, Григорий, вопрос. Я жду. У кого есть вопросы, пишите. Прямо сейчас отвечу на ваши вопросы. Жду вопросов. Я в предвкушении. Я очень рад, что у нас курсы и встреча гидрологов состоится. Практически уже состоял. Теперь осталось так уже, чтобы оно реализовалось. Состояться состоялось. То есть будет супер. Будет супер по приборам, будет супер по программам. Как по программам судовождения, две будет. Как по программам гидрологических расчетов, две будет. Так и по программам гидродинамики потока. Вот одна точно будет, а вторая пока еще так, по вопросам. Так и по приборам. По приборам у нас четыре представителя. Не уверен, что смогу приехать. Все решится прямо перед встречей. На встречу можно приезжать без записи. Да, у нас люди делятся на четыре группы. Первая группа – это участники курсов повышения квалификации. Там надо все делать совершенно заранее, потому что выдается удостоверение. Нужно взаимодействие, нужна оплата, нужны документы специальные. Вторая группа – те, кто приедут на встречу, там без проблем. Третья группа – которые приедут на встречу и будут докладывать. Там надо просто сказать, что будут докладывать. Или три группы. А, еще четвертая группа – это мои приглашенные докладчики. С ними я уже напрямую взаимодействую. Поэтому у вас два варианта. Если вы приезжаете на встречу гидрологов с докладом, то просто скажите, какой доклад и какой день. Ну, по молчанию это суббота, при необходимости можно сдвинуться на пятницу или понедельник. Если едете без доклада, то вообще никаких вопросов. Но, в любом случае, в любом случае, кроме там особых специальных докладчиков, я про вас сейчас даже о них сейчас не говорю, в любом случае вы сами обеспечиваете себе транспорт до Санкт-Петербурга, транспорт от Санкт-Петербурга до пансионата «Восток-6» с Малечкова. Формально это считается пределом города Санкт-Петербурга, но в реальности это 70 километров от центра. И вы сами себе обеспечиваете проживание. Или в пансионате, или в городе. Все. Если проживание в пансионате, то оно включает на питание. А какие-то записи выступлений вы не планируете проводить. Просто очень хочется послушать. Да, записи всего буду стараться проводить, но непрофессионально. Раз. Поэтому там, может быть, так вот плохо слышно, что-то косо-криво. Ну и второе. Кому и как я буду это раздавать, не знаю. Возможно, все, вывалю все. Возможно, вывалю не все. Не знаю. То есть пока ничего не обещаю. Ни по записи непосредственно, ни по выдаче записей. Но тем, кто ходит там на вебинары, на курсы, и еще каким-то образом взаимодействует, конечно, все будет. А те, кто там вдруг не откуда-то... Ну, то есть, Григорий, вам будет. А тем, кто вдруг появится, откуда-то не поймешь откуда, то не знают. В принципе, вот так. Это не конференция. Это хаос. Это задумывалось, как встреча гидрологов. А потом уже на эту встречу гидрологов постепенно нанизались приборы, нанизались программы, нанизались всякие интересные другие выступления. И потихонечку встреча гидрологов превратилась в такую мини-конференцию. Ну, а в реальности хорошей конференции не получится. В реальности все равно будет хаос. И я этому очень рад. Коллеги, какие еще есть вопросы? Ясно, спасибо. Постараюсь выбраться к вам. Да, если приедете, то все. Все вопросы сразу будут решены. Вот. Приветствую Романа. Вижу Романа в списке участников здесь вот вебинара, но не вижу в списке вам вопросов в чате. Ну что, давайте прощаться. Будем считать, что вопросов больше нет. В следующий раз я выйду где-то через 7-10 дней начну активность. Успехов. До встречи. Пишите мне, задавайте вопросы и будем за мной.